В первую очередь срыв провоцирует стресс. Когда ты начинаешь очень много стрессовать, бывает потребность получить большое количество дофамина. Потому что кортизол, ты приходишь, у тебя стресс, конфликтная ситуация, поссорился с близкими, с девушкой, с друзьями. И после этого хочется посмотреть порно сайт, потому что ты получишь таким быстрым путем огромное количество кайфа. Но за все нужно платить. И именно после того, как ты это все посмотрел, слил себя, ты будешь чувствовать опустошение, ты будешь чувствовать депрессию. И прямо сейчас я тебе помогу это все не испытывать, просто дав советы. Определенные советы, как не реагировать на триггеры. Надо просто не обращать на это все внимание. То есть понимать, что тебе эта энергия необходима. И бывает определенная черная полоса в жизни. Бывают негативные какие-то ситуации. Вот у меня, допустим, очень часто такое происходит, что вот триггерят, вот прям вот один за другим человеком. Кто-то грубо ответил, кто-то что-то сделал, кто-то не так посмотрел. Я думаю, вот блин, вот бы сорваться, да? Потому что вот такое количество дофамина, да? Но с другой стороны, я понимаю, что это запретный плод, серьезно? Мне считать это запретным плодом в то время, как я должен думать весь день об этом? Вы думаете, что я весь день думаю о воздержании? Я записываю для вас, чтобы вам как-то помочь. Некоторые думают, что я на этом помешан, что это просто часть моего канала. Это фундамент, на котором я строю свой контент. Если вам не интересно, я могу перестать об этом снимать, если вас это больше не мотивирует. Но что касаемо срывов, стресс это одна из основных причин. У меня даже есть видео, называется «Стресс. Причина срывов на воздержании». И как убрать, как убрать эти стрессы, я уже вам сказал. Второе, это, наверное, неправильное питание, потому что потребление мяса в своем рационе, это может провоцировать определенное количество срывов. То есть, если ты потребляешь очень много мяса, очень много курицы, если ты сбавишь, потому что это вырабатывает очень много тестостерона, очень много семени, и вся энергия идет вниз. Я, конечно, не буду тебя призывать быть вегетарианцем или веганом, но просто тебе даю совет, что если можешь проверить, как это работает, в принципе, да, заменить вместо мяса, допустим, потреблять сыр, молочные какие-то продукты, да, и не потреблять животный белок. Но это на твое усмотрение, если тебе нужна вот такая вот грубая энергия в виде тестостерона, и ты умеешь ее управлять, и у тебя это не выходит все через срывы. Ты можешь долго держаться на воздержании, не чувствуешь никаких болей в виде застойного простатита. Тогда я тебя поздравляю, ты красавчик, ничего тебе делать не нужно. Что касаемо еще следующего, это неправильное мышление. Когда ты думаешь, что вот запретный плод, мне надо по-любому что-то там посмотреть, там по-любому что-то есть. Там вот именно вот на этом порно-сайте мозг начинает тебя обманывать, да, вот один раз посмотри, ты по-любому не сорвешься, ты просто одним глазом взглянешь. Или ты даже если сорвешься, с тобой ничего не случится. А как только срываешься, начинаешь отчитывать свои дни, что вот я должен продержаться еще день, два дня, три дня, чтобы восстановить свою психику. Потому что ты начинаешь чувствовать вину, что ты потерял, ты опустошился, ты потерял свое семя, ты опустошил свои дофаминовые нейроны. Вернее, не опустошил, а притупил их чувствительность, да? Как-то так, мои дорогие друзья. Если я смог качественно донести до вас свою короткую информацию, что не стоит стрессовать, что стоит оставаться всегда с позитивным настроем, с вас лайк и, конечно же, комментарий. А я вас покидаю. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok